Добрый день, это журнал Автодела, и наш сегодняшний обзор посвящен автомобильным видеорегистраторам Integra, актуальным в 2019 году. Он составлен на основе тех моделей, которые были протестированы нашим изданием. Подробные ссылки на тестирование вы найдете в описании, как на тестовые описания, так и на видеообзоры данных аппаратов. Начнем мы с видеорегистратора Integra VX500WF. Буковки WF означают, что данная модель обозначена функцией Wi-Fi, то есть включается Wi-Fi-сеть, которая раздается самим устройством, и к ней может подключиться, например, смартфон. При этом видеорегистратор может настраиваться как при помощи смартфона, так и при помощи кнопок управления и небольшого дисплея, который расположен на данной модели. Но самое интересное – это наличие магнитного крепления, которое позволяет вращать видеорегистратор и снимать практически под любым углом зрения. При этом данный регистратор снимает в формате Full HD, что является нормой на сегодняшний момент. Следующий видеорегистратор Integra VX550HD. Он также оснащен магнитным креплением. Эта модель вышла в конце 2018 года, является самой свежей. У нее достаточно хороший эргономичный дизайн, большие кнопки, хороший дисплей, индикаторы в виде свечащихся полосок. При этом обращает на себя внимание, что магнитное крепление оснащено двумя магнитными слотами. Одно для подключения видеорегистратора и второе для подключения GPS-приемника. В данную модель GPS-приемник не входит, но можно будет его докупить и доставить к данному аппарату. Такой вот магнитный конструктор обращает на себя внимание адаптер питания, который позволяет не только запитывать видеорегистратор, но также подключать к нему смартфон и заряжать его непосредственно от самого адаптера. Модель Intego VX510WF является более бюджетной, чем две представленные до этого. Ее изюминка также функция Wi-Fi, при помощи которой данный аппарат управляется. Но если в предыдущих моделях вы могли настраивать устройство и при помощи кнопок, то данный видеорегистратор это будет сделать затруднительно, поскольку в нем нет индикатора и есть всего лишь две кнопки включения и выключения, а также включения функции Wi-Fi. Все настройки здесь делаются исключительно при помощи смартфона. Ну и наконец переходим к последним двум моделям. Это модели двухканальные. И как сейчас достаточно модно, первая модель Intego VX380 Dual оснащена не просто вторым каналом, который работает и обозревает то, что находится сзади, а оснащена парковочной камерой. При этом само устройство имеет достаточно большой трехдюймовый дисплей. И при включении тыловой передачи происходит переключение на парковочную камеру и на весь дисплей выводится изображение того, что находится сзади автомобиля. При этом камера может устанавливаться как на номерной знак, так и на заднее стекло. Запись при этом ведется одновременно с двух камер. Тыловая камера работает в формате VGA, фронтальная же камера записывает в формате Full HD. Ну и наконец третья, пятая модель нашего обзора. Это модель Intego VX315 Dual. Это не просто двухканальная модель, а модель, которая оснащена сразу тремя камерами. На корпусе имеется две камеры. Это фронтальная камера и салонная камера. А также в комплекте идет тыловая камера. При этом устройство сделано таким образом, что запись может вестись одновременно по двум каналам. Либо фронтальная плюс тыловая, либо фронтальная плюс парковочная камера. Даже если у вас идет запись фронтальная камера плюс салонная камера, все равно при включении задней передачи происходит автоматическое переключение на парковочную камеру. При этом выводятся также одновременно и парковочные линии. Мы представили 5 актуальных моделей компании, видеорегистраторов компании Intego. Подробные тесты смотрите в нашем издании www.autodela.ru Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Спасибо за внимание.